Добрый вечер Добрую музыку, ну преимущественно все-таки, видимо, 60-х и 70-х годов Ну и, соответственно, вы можете по-прежнему связываться со мной и по телефону, хотя предпочтительнее пейджер, но все-таки номер, напомню 203-19-22 или наш пейджер постоянный 9-7-4-22-22 Абонент Эхо Москвы, ваши вопросы и сообщения приветствуются Кроме вот этих двух часов или 120 минут классики рока Вас ждет сегодня музыкальный беспредел который начнется примерно где-то в 2 часа 10 минут, сразу после новостей и короткой программки Ну и денек, и продлится до без 5 минут 6 утра Много там будет чего хорошего Не буду пока говорить о составе беспредельщиков, потому что народ еще подтягивается, вполне возможно, что соберется и приличная компания, а может быть и не соберется, ну, суть дела не меняет Всех, кстати, с прошедшим праздником о котором я, если честно, узнал где-то в середине дня когда с большим удивлением проехался по пустынным московским улицам доехал до нужного мне офиса на дверях которого обнаружил следующую надпись Извините, мы сегодня не работаем как и у всей страны у нас сегодня выходной день Вот, пришлось мне возвращаться домой не солоно хлебавший Вот так, собственно, я узнал что народ сегодня исключительно гуляет и отдыхает Ну, а наш эфир Вы же, наверное, уже привыкли к тому, что праздник, не праздник, новый год, старый год В общем, программа на своем, можно сказать, боевом посту Сегодня у нас речь пойдет о группе Iron Butterfly Не столько, наверное, речь пойдет, сколько мы с вами будем слушать их музыку Уж очень много было в последнее время просьб обратиться именно к этой группе Да, собственно говоря, дело не хитрое Потому что сам люблю этот коллективчик Поэтому всегда с удовольствием слушаю его И вот сегодня вместе с вами с удовольствием послушаю лучшие их вещи Еще разочек Вот, ну, вы можете по-прежнему, как я уже говорил, писать на пейджер Это, конечно, гораздо более предпочтительно Потому что телефонную трубку мне снимать практически не досуг Вот, а пейджер, еще раз напоминаю 974-22-22 Вопросы и сообщения для абонента Эхо Москвы Ну, а телефон все-таки напоминаю 203-19-22 Когда будет возможность, я буду снимать трубку Ну, естественно, в то время, когда звучит музыка Вот, ну, однако, я думаю, пора начать и музыкальную часть этой программы Звучит музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА All right. We'll be right back. Please tell me now that you're out there. Please tell me now that you're mine. Please tell me now that you're out there. Please tell me now that you're out there. I want to tell you I love you. You're out there. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Are you happy? Are you happy? Так называлась первая вещь, вот из тех, которые я отобрал для сегодняшнего эфира. Будем надеяться, что начало положено, в том числе начало музыкальное. Залезаю в пейлер. Тут уже кое-что появилось, не очень пока относящееся к делу, но тем не менее. Когда будет прокол-харм, спрашивает Андрей. Ну, я не знаю. Сейчас нет Георгия Раклича на боевом пасту, поэтому это значительно легче осуществить. Но, с другой стороны, я не знаю, несколько раз мы к этой теме обращались. То есть, если нужно, если народ настаивает, я, конечно, всегда готов, потому что прокол-харм – это нечто совершенно из ряда вон выходящее, как мне кажется. Так что давайте, если будут настоятельные требования, знаете, как по просьбам трудящихся. Вот если трудящиеся действительно будут просить, будут настаивать, то я, в общем, конечно же, пойду им навстречу. Так, пожалуйста, исполните Оду Давида в полном варианте, просит Геннадий. Ну, я так догадался, о чем идет речь. Геннадий, спешу вас обрадовать, что в полном варианте сегодня все это прозвучит обязательно. Но попозже. Мы, как бы, хронологически все-таки пойдем, поэтому должны еще до этого момента дожить. Так, будет ли когда-нибудь фон Зеппелин с очередной программой? Спасибо, это от Землянова. Будет. Я говорил, что в июле месяце планируется появление фон Зеппелина. Вот. Ну, если будем живы, конечно, к тому времени, ну, всегда нужно дожить сперва, а потом уже что-то организовать. Так. 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 Удачного эфира желает. Желают мне. Ну, спасибо. Что же. Это всегда приятно. Хотя настроение какое-то, сообщение, как бы, не очень веселое. Ну, ладно, что же нам делать остается? Давайте все-таки, значит, вспомним, что это такая за группа Iron Butterfly. Хотя я настаиваю на том, что лучше слушать хорошую группу, чем о ней разглагольствовать. Вот. Но, тем не менее, какие-то основные все-таки данные, основные какие-то вещи сказать нужно. Ну, начнем с того, что я скажу, что дискография, в общем-то, не обширна. Это всего семь альбомов, из которых два поздние, записанные уже, в общем, новым и неклассическим составом. Их, в общем, смело можно отбросить, по большому счету. Остается уже пять альбомов. Один концертный диск, если его отбросить. Он очень хорош, но, в общем, там нового материала нет. Значит, остаются четыре альбома. Вот четыре альбома я бы отнес к классическому периоду Iron Butterfly. Хотя из этих четырех первый, в общем, записан первым составом, где не было еще пары очень хороших музыкантов. Так что он тоже, в общем, как бы сказать, он, в общем, тоже, как бы такой момент, что ли, становления или момент, когда группа набирала только ход. Ну, в общем, я думаю, что постепенно-постепенно мы, так вот сокращая количество альбомов, мы приведем к тому, что, по большому счету, вот таких два, два, наверное, самых известных, самых классических дисков всего. Но, тем не менее, вот все семь альбомов, которые я назвал, пока я их не перечислил, а как бы назвал просто их количество, вот все эти диски вполне доступны. Так что, если у вас будет желание, ну, какие-то минимальные финансовые возможности, то на так называемых левых компакт-дисках все это выпущено, и, в общем, найти это, мне кажется, особого труда не составляет. Ну, немножко надо походить, конечно, поспрашивать, поискать, ну, это уже минимальные какие-то требуют. Минимальных, я бы сказал, физических каких-то затрат. Затрат силы, может быть, даже не здоровья, а просто сил. Ну, давайте, значит, основные какие-то даты вспомним. В 66-м году группа возникла в городе Сан-Диего. Группа получила название Iron Butterfly, о названии я скажу чуть позже, потому что название, мне кажется, совершенно замечательное. Основатели этого проекта следующие музыканты. Сейчас я перечислю таким образом первый состав. Даг Ингл, самый, видимо, известный музыкант и самый талантливый из этой компании. Хотя, в общем, говорить талантливый, наверное, не совсем верно. Все там, в общем, приложили в той или иной степени руку к созданию этого удивительного саунда. А Даг Ингл был сыном церковного органиста, поэтому с молодых, можно сказать, лет превосходно владел клавишными инструментами. И, в общем, вокруг клавишных, собственно, и строилась музыка Iron Butterfly. Помимо него, значит, вот у становления группы, ну, стояли еще следующие люди. Барабанщик Рон Буши, он, собственно, будет играть на всех пластинках. Басист Джерри Пенротт, гитарист Дэнни Уэйс и вокалист Дэрил Дэ Лоуч. Ну, вот последние имена, видимо, известны значительно меньше, но это неудивительно, потому что как раз они-то к классическому составу Iron Butterfly уже отношения не имеют. Они вот отметились только на первой пластинке. Что же касается названия Iron Butterfly, то мне кажется, что это одно из самых, наверное, удачных названий в истории рок-музыки. Вот я, пожалуй, всегда для себя как-то отмечал название Дорс, которое мне безумно нравилось, потому что дело не в том, откуда было позаимствовано название Дорс, а просто, когда речь заходит о дверях, то сразу, в общем, возникает великое множество потенциально возможных толкований двери в какой-то неизведанный, загадочный новый мир, двери в мир музыки и так далее и тому подобное. И вот Iron Butterfly, мне кажется, тоже стоят в этом же ряду, потому что здесь, ну, налицо, что ли, соединение несоединимых вещей, да, легкое как бабочка, нечто легкое как бабочка, невесомое, такое воздушное, и в то же время, значит, Iron, то есть металлическое. Вот, ну, понятно, что вот такой образ возникающий, он необычайно, во-первых, запоминается, ну, и потом, самое главное, что уже в названии заложено отчасти звучание, которое будут исповедовать вот на всем своем жизненном пути музыканты этого коллектива. В 67-м году группа перебирается в Лос-Анджелес, поближе, можно сказать, к культовым местам, все-таки Сан-Диего, это, в общем, для рок-музыки того времени это была глубокая провинция. Играют они, работают, наверное, не столько играют, сколько работают в клубах, включая такие известные, как Galaxy и Whisky Ago-Go. К ним проявляет интерес фирма Атко, если кто не знает, это дочерняя компания, знаменитый Atlantic Records. И вот в 68-м году выходит дебютный альбом коллектива, он получает название Heavy, тоже замечательно совершенно. В 68-м год до возникновения направления Heavy Metal было еще очень далеко, а вот название уже, в общем, какие-то определенные, ну, что ли, ассоциации, видимо, со звучанием вызывает. Альбом, ну, наверное, не шибко, не валко, до 78-го места только в чартах поднимается, но по тем временам это, наверное, было совсем неплохо, абсолютно для неизвестной группы. Пробудет этот альбом в чартах 49 недель, что, в общем, тоже, мне кажется, более чем достойно. Ну, и вот прежде чем мы будем слушать фрагменты этой пластинки, скажу, что вот в то время, значит, выступая на концертах, Iron Butterfly, ну, как бы выступали или попадали в обойму с такими известными группами, как Тержи Дорс, которых я упоминал, и Джефферсон и Айрплейн. Я и впредь тут буду называть группы, с которыми Iron Butterfly будут отправляться в туры, с которыми они будут сталкиваться вот на концертах или на фестивалях. Мне кажется, вот названия, может быть, не столь важны были бы, но, с другой стороны, они все-таки говорят о том, каких высот группа достигла, если они выступали, в общем, с признанными монстрами рок-музыки того времени. Ну, а вещичка, которая будет у нас представлять альбом Heavy, называется Get Out Of My Life, Woman. Get Out Of My Life, Woman. You don't love me no more. Get Out Of My Life, Woman. You don't love me no more. Get Out Of My Life, Woman. You don't love me no more. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая музыка для хороших людей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей, без Георгия Раклича в передаче многого не хватает. Кто же спорит, Андрей? Никто же Георгия Раклича не выгонял. Человек имеет право прийти, человек имеет право уйти. Что, собственно, он и сделал. Но что же нам теперь? Ложиться кверху лапками? Пусть лучше это вместо нас делают тараканы. Виктор и Ольга за прокол-харом. Хотим, пишут, хотим прокол-харом. Юра тоже, давай, даёшь прокол, даёшь прокол, пишет Юра. Кто-то ещё здесь об этом же. Ну что же, это радует. Пока, значит, что ещё. Проктолог. Честно говоря, не знаю, как-то намекните, что за подарок, каких размеров. Я не знаю, о чём идет речь. По крайней мере, мне никто ничего не передавал. Может быть, я не знал, где посмотреть. В принципе, возможно. Настаиваю, пишет безымянный автор, на том, что Владимир Высоцкий прозвучал в вашей программе. Ну, это ваше право настаивать, конечно. Но программа-то всё-таки совершенно по другой музыке. Поэтому я не очень понимаю, как мы это можем увязать воедино. Борис. Не слушал вашу последнюю программу, поэтому извините за несвоевременные вопросы. Ну ладно, в порядке исключения отвечаем, конечно. Почему сменилось название? В связи с уходом Георгия Раклища. Он выразил, собственно, такое желание. Но я его поддержал. Программа эта существовала ровно 10 лет. И, видимо, с уходом одного из двух постоянных ведущих требовалось именить название. Насколько приживётся нынешнее, будет ли оно постоянным, пока неясно. Ничего утверждать не буду. Поживём, увидим. Как концерт Роджера Уотерса. Борис, я не ходил на Уотерса, но вот как раз на прошлой неделе мы говорили как раз об этом концерте. Но о самом Уотерсе, ну, применительно, всё-таки, наверное, к его московскому концерту. Сошлись на том, что это было неплохо очень. Ну, по крайней мере, те, кто вот был на концерте, они так утверждают. Когда состоится передача Натальи Галаджио о Беллесе Пресли? Действительно, вот буквально день-два назад я с ней разговаривал. В августе, насколько я знаю, очередной юбилей. Вот в августе будем живы, если то, на эту тему и поговорим. Тут ещё выскочили какие-то сообщения. Чуть попозже к ним мы обязательно обратимся. У нас в этом смысле ничего не пропадает. Ну, а возвращаемся теперь к Iron Butterfly. Вот после выпуска первого и, в общем, достаточно успешного альбома уходит из группы три человека. Вокалист Де Лоуч, в общем, в полную неизвестность уходит. Потом, правда, он снова всплывёт, но где он пребывал всё это время, абсолютно не ясно. По крайней мере, если участвовал в каких-то проектах, то, видимо, в проектах там четвёртого, пятого какого-то порядка, по крайней мере, как бы история рок-музыки, его имени в составе других групп не сохранила. А Penrod и Waze формируют свою собственную команду, которая называется Риносерос. Вместо них приходят Эрик Бранн, гитарист, и бас-гитарист Ли Дорман. И вот таким образом формируется классический состав, который записал две лучшие пластинки, ну, плюс ещё концертный альбом. К тому же, Даг Ингл начинает петь, а мне лично вот кажется, что его голос очень подходит для той музыки, которую Aaron Butterfly исполняет. Ну, несколько слов нужно сказать и про Эрика Бранна. Кстати, во многих книгах фамилию эту пишут как Браун, с двумя Н на конце, но вот на диске того времени, то есть на альбомах Aaron Butterfly фамилия писался всё-таки как Бранн. Как правильно, утверждать не берусь, потому что мы не раз сталкивались с тем, что фамилии даже на так называемых фирменных дисках иногда бывает такое, пишется неправильно. Ну, а в 17 лет Эрик Бранн, отвечая на вопросы журналистов, говорил, что больше всего любит музыку, автомобили, гитару, кино и, конечно же, девушек. Вот я обособенно обратил ваше внимание на кино, потому что впоследствии это станет одной из причин его ухода из Aaron Butterfly. Группа записывает музыку к фильму Savage 7, многие путают это с великолепной семёркой, нет, всё-таки великолепная семёрка по-английски звучит так, Magnificent Seven, а это Savage Seven, то есть семь дикарей или что-то такое. Наверное, так можно перевести. Группа выступает в одном концерте с Velvet Underground. Помните, я обещал называть коллективы, с которыми они в одной обойму, с которыми попадали в одну обойму Aaron Butterfly. И, наконец, в июле месяце 1968 года группа записывает свой самый лучший альбом, самый известный, самый продаваемый. Он называется Инагада Давида. Сейчас давайте послушаем оттуда одну из вещей, песенку, которая открывает пластинку, а потом, естественно, история названия. Ну, наверное, всё-таки не альбом, а для начала самого известного трека с этой пластинки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Автор этой композиции – Даг Ингел. Песня называется «Most Anything You Want». И песня эта открывает альбом Инагада Давида. Сейчас поймал себя на мысли, что вот, видимо, какая-то такая механическая память настолько сильна, что вот пальцы потянулись к тому, чтобы вывести микрофон напротив. То есть тот микрофон, за которым 10 лет сидел Георгий Иракович. Но в последний момент понял, что, собственно, выводить этот микрофон сегодня, по крайней мере, не имеет смысла, потому что нет никого сегодня в гостях. Ну, зато вот, предвосхищая вопрос на эту тему, сообщают совершенно торжественно, официально, что следующий эфир, то есть ровно через неделю, следующий эфир будет посвящен группе «Mamas and Papas». Дядя Миша Михаил Кузьевич придет, и мы совместно с ним поговорим об этой группе. Как выяснилось, совершенно неожиданно для меня, не только мне эта группа нравится, но и дядя Миша тоже. В общем, я, признаюсь, не ожидал, хотя группа совершенно замечательная, как мне кажется, уникальная, может быть, даже в своем роде. Ну, значит, пора в пейджер. Так, «Земляной» пишет. «Запрогал Харм всеми конечностями список тех, кто за, катастрофически растет, возражений пока не поступает». Пропустил «Земляной» у нас часть марафона между «Shine on Bright» и «Девятым». О, это же целая жизнь жалеет до сих пор. Так что, если, мол, дядя Володя, снарядитесь, то продолжительные будут вам аплодисменты за это. Ну, ладно, дело не в аплодисментах. Было бы интересно вам слушать. Так, имеет ли место такой факт, когда Лед Зепплин в ходе своего первого турне по штатам зарубили навсегда карьеру группы «Железная бабочка»? Владимир Преображенский спрашивает. Ну, я не знаю, впрямую связано с этим, как будто то, что группа распалась или не связано. Но, возможно, отчасти это так. Потому что, в общем, Лед Зепплин, мне кажется, правда, немножко по-другому, но, в общем, тоже такую тяжелую линию в музыке разрабатывали. Каких-то, во всем случае, конфликтов или того, что группа распалась по вине Лед Зепплин, я с такими фактами не встречался. Сергей Иванович двумя руками поддерживает идею насчет прокол-харума. Вот, список-то растет. Да, насчет приза проктолог. Видимо, все, да, все схвачено. Значит, просто я не сообразил сразу, о чем идет речь. Спасибо. Лена. Лена. Так, будет ли в ближайшее время программа про КИС? Ну, вот, разговоры велись. Уже, по-моему, месяца три-четыре на эту тему. Но, как-то, вот, когда наступает нужный момент, ребята, вот, которые собирались об этом рассказывать, они куда-то пропадают. Ну, не исключено. Хотя, так далеко загадывать всегда сложно бывает. Валентин. Я бы не против. Был не против совершенно поработать с Олегом Челапом. Но знаю, что у него есть своя работа. В общем, человек занят. Причем, весьма занят. Я уже не говорю о том, что человек занимается музыкой, пишет книги, стихи. Вообще, чем только не занимается в последнее время. Кстати, недавно с ним разговаривал, просил он передавать всем, кто его помнит и любит, огромный привет. Пользуюсь возможностью. Слава Богу, вопрос такой был задан, и вспомнил я об этом обещании. Владимир Белкин. Если бы мне еще сказали, что там такое планируется на конец июня на ВВЦ, я бы, наверное, сказал, что я по этому поводу могу сказать. Владимир тоже обязательно пишет, сделайте программу по группе Проколхару. Возвращений пока нет. Но возвращаемся все-таки к альбому Инагады Давида. Ну, большинство из вас, конечно же, эту историю знает. Я поэтому, вы уж извините, несколько слов все-таки скажу для тех, кто, может быть, историю сей не знает. В принципе, история простейшая. Значит, группа в то время, в общем, не была еще известна. На счету у них был только один дебютный альбом. Ну, это мы сейчас вот с высоты нашего нынешнего положения можем рассуждать, зная, какое место в хит-параде. Пластинка заняла, напомним, что 78-е. Мы знаем, что 49 недель она пробыла в этом хит-параде. В общем, в то время как-то, видимо, музыкантам все виделось несколько по-другому. Они еще не были с большой боку профессионалами, поэтому большинство из них где-то подрабатывали. Играли они, то есть работали в каких-то закусочных, разносили, подавали бутерброды. Единственный человек, который был освобожден, если так можно сказать, от работы, был Даг Инкл. Потому что он писал материал для группы, потому что Iron Butterfly исполняли, ну, по-моему, на 95, наверное, процентов свои собственные вещи. Если взглянуть вот на альбом Инагата Давида, то на нем все, собственно, композиции написаны участниками группы. Две, по-моему, написал, нет, одну написал Эрик Бран, а остальные Даг Инкл. Так вот, значит, он был освобожден от подобной работы. Сидел в какой-то маленькой, не очень чистой квартирке и, значит, бренчал на клавишах какие-то мелодии. Некоторые из которых потом получали развитие и превращались в очередную песню, а какие-то другие, возможно, забывались со временем. И вот, когда ребята, значит, после трудового дня пришли к нему, выяснилось, что, значит, за весь день он ничего абсолютно не ел, только, значит, все время сидел за инструментом и попивал винцо, которое приносили в огромных количествах поклонницы группы. Ну, естественно, человек был, видимо, может быть, даже не слегка, а так немножко в подвыпившем таком состоянии. Не очень хорошо артикулировал, ну, как тут не вспомнить Леонида Ильича нашего дорогого. Вот, и когда ребята сказали, ну, что ты новое что-нибудь такое сочинил, написал, ну-ка, давай, покажи нам. И он начал наигрывать вот эту мелодию, которая первоначально должна была называться «In the Garden of Eden», то есть в райском саду. Ну, он наиграл мелодию, всем безумно понравилось, и все наперебой стали спрашивать, а что это такое, как ты это называешь, что это такая за вещь? И он, значит, желая произнести вот эти самые слова «In the Garden of Eden», безобразные артикулеры, ввиду не слишком трезвого состояния, вот, проартикулировал вот примерно в таком виде название. То есть человек, ну, казалось, не очень ценнораздельно. «In the Garden of Eden», что-то в таком духе. Опять-таки постарайтесь представить, как это мог бы произнести Леонида Ильича. Вот, в результате, вот, сама идея так безумно понравилась, что не только саму композицию так назвали, но и целую пластинку. И сейчас уже, в общем, как-то по-другому, видимо, ее и не назовешь, эту мелодию. Вот, ну, у нас, естественно, потом пытались на русском языке это все превратить в такое название «Из наганов до вида», вот, что тоже весьма, конечно, красиво и хорошо запоминается. Вот, ну, наша задача с вами послушать сейчас эту самую композицию. Она длится 17 минут с небольшими копейками, и это не предел. На концерте вещи достигало аж 19 минут. Ну, с другой стороны, наверное, это, в общем, ничто в сравнении, скажем, с часовыми интерпретациями «Days and Confused», которые исполнили на своих концертах, ну, в первые годы своего существования, «Лед Зеппелин». Так что, наверное, здесь было куда расти ребятам из «Iron Butterfly». Ну, зато вот сама по себе мелодия совершенно замечательная, и, естественно, мы ее будем слушать целиком, никоим образом ее врезать не собираемся. Играет музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действующие лица все те же. Это звукорежиссер Василий Антипов, Владимир Ильинский, ведущий этой программы вообще сегодняшнего ночного эфира, и группа Iron Butterfly. Вы по-прежнему можете связываться с нашей студией через пейджер 974-2222 и адресовать вопросы или сообщения абоненту Эхо Москвы. Или звонить в студию 203-19-22. Правда, я сразу говорю, что на телефонные звонки мне достаточно сложно отвечать, потому что сегодня я в студии один. Давайте главным образом сосредоточимся на пейджере. Ну, а если будут звонки, то во время музыки я постараюсь отвечать и на них. Залезаем в пейджер. Тут накопилось довольно много сообщений, но давайте все обо всем по порядку. Итак, помимо Прокол Харм, голосую также за Джессер Тал, Алексей. Достойные, конечно, и те и другие достойные внимания. Iron Butterfly – это здорово. Спасибо за отличную музыку. Привет всем железнячкам. От меня и профессора Тихова из Челябинска. Подпись Локи. Как оно называется? Пока посылал сообщение, не расслышал, во что превратилось из-за нетрезвости произносившего название в райском саду Локи. Ну, собственно, и на гады Давида. Так вот и называется. И альбом, и композиция заглавная. Так, Маргарита Николаевна. Владимир Игоревич, у вас с артикуляцией тоже все нормально. Главное, слово-то какое звучное, да более знакомое. Со словом-то я согласен, да. По-другому сейчас, наверное, и не скажешь. Насчет артикуляции вы мне льстите, спасибо. Существует ли Butterfly на дисках и кассетах сейчас в России? Я как раз сказал, что все компакт-диски, их всего семь. Ну, я не отбрасываю сборники, все возможно. Их великое множество, самых разных, под разными названиями, антологии, The Best и все такое. Семь альбомов, они все изданы на так называемых лицензионных компактах. А насчет кассет не скажу, я уже лет 15 с кассетами близко никогда не... Ну, все последние эти годы не занимался. Насчет ВВЦ. Вот уточнил Владимир Белкин, что Юрай Хип, якобы там будут Глен Хьюз и кто-то еще. Я, честно говоря, впервые об этом слышу. Постараюсь навести справки, но не знаю, насколько это может быть интересно. Все зависит от того, что это, какой размах будет, по сколько времени каждый из них будет играть. Бывают же фестивали, вы помните, там, которые несколько суток продолжаются, а бывает, когда там все за три часа, скажем, проскакивает. Лариса, не надоело ли вам слушать эту бездушную музыку? Одно и то же. Ларис, честно говоря, не знаю, почему вы... Что вы считаете, вот, как бы, что вы можете назвать в противовес вот подобной бездушной музыке? Я, например, чем больше ее слушаю, тем больше убеждаюсь, что вот именно эта музыка, вот она что-то в себе несет, в отличие от многого другого. Так, к сожалению, дважды повторилось сообщение, и в обоих случаях оно оборвано. Про 30-е годы вообще ничего не понятно. Что же касается 50-х, то, видимо, смысл вопроса в том, почему большинство ведущих музыкальных программ, и не только на Эйхе, опускают 50-е годы. Но я бы не сказал, что мы опускаем. Во-первых, Борис Васильевич, видимо, в своих программах в значительной степени говорит именно о 50-х годах. Да и у нас тоже, вот, и Руби к нам заглядывает, рассказывает о рок-н-ролльщиках, и Наташа Галаджева тоже приходит, об Элвисе рассказывает. Это же все, главным образом, 50-е годы. Я думаю, что этого вполне достаточно. Тем более, что рок-музыка все-таки возникла уже в 60-х. А у нас все-таки главным образом речь идет о роке, то есть как раз о классике, о классическом периоде, то есть 60-е, 70-е годы. Аркадий, Procal Harem Forever. Ну что же, вот очень много желающих, я смотрю. Большое спасибо за программу по группе «Железная бабочка». Оказывается, в североамериканских штатах умели играть настоящую музыку, написал Владислав Преображенский. Ну, я тоже вот как бы в основном американскую музыку недолюблю, но у них же совершенно замечательные есть группы. И Doors, и Cridens, и вот эти самые Rant Butterfly, и Mamas and Papas, например, совершенно фантастические группы. Я думаю, что можно было сейчас бы еще 3-4-5 групп назвать при желании. Ну, конечно, большинство все-таки групп, особенно где-то с середины 70-х, туда ближе к 80-м, это уже что-то такое из области, ну, знаешь, как когда вот лепят такие вот группы подобные, где одна другую группу напоминает, ну, просто на 99%. Это, конечно, уже не дело. Будет ли блюз от Георгия Ираклича, спрашивает Ипполит. Ну, может быть, дома у себя Ираклич что-нибудь и проблюзит, а поскольку его нет на эфире вот уже вторую неделю, то вряд ли что-нибудь будет. Ипполит, не опаздывайте к началу программы, и вы будете в курсе всего происходящего. Ну, возвращаемся к Iron Butterfly. Значит, по поводу 17-минутной вещи я сказал, откуда, собственно, название взялось. На концерте, как я уже сказал, вещь эта исполнялась, продолжительность вещи увеличилась до 19 минут, но была сделана и короткая 3-минутная версия, как вы понимаете, для выпуска на сингле. Она не была записана специально, а вот ее сделали из 17-минутной, но каким-то образом, видимо, вырезав всю середину, значит, поработал, тогда же не было никаких компьютеров, звукорежиссер, видимо, поработал ножничками, клеем, и получилась вот 3-минутная версия, которая с успехом была выпущена на сингле, и даже там в Америке, по-моему, заняла чуть ли не 30-е место, то есть в первые 30, по крайней мере, попала. После этого группа на волне успеха своего принимает участие в фестивале в Ньюпорте, выступают в Filmor West в Сан-Франциско, которая находится одновременно с группой Quicksilver Messenger Service. Группа тоже культовая, поэтому называю ее специально, чтобы вы обратили внимание, с какими монстрами Iron Butterfly работали. Это, видимо, все-таки о многом говорит. И, наконец, в 69-м году вновь Filmor West с завидным постоянством, группа туда отправляется. Ну и, наконец, в феврале 69-го Iron Butterfly выпускает свой третий альбом, он получает название Ball, попадает сходу на третью строчку американского хит-парада долгоиграющих пластинок. И вот эта пластинка у нас будет для начала представлена вещью, которая называется Real Fright. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова По-моему, совсем не дурная вещица. Еще раз напомню, что она называлась Real Fright. Авторы Ингл, Буши и Эрик Бран. А пластинка называется Ball, то есть мяч. Еще одна вещь сейчас прозвучит с этого же альбома. Ее написал Эрик Бран. Долгое время она считалась не просто очень хорошей, а вообще приобрела статус культовый. Называется она Belda Beast. Давайте послушаем. Давайте послушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бабочки, Butterfly Blue, проктолог. Ну, я не знаю, время позволит. Почему, собственно, и не послушать? Так, Лариса собирается слушать «Беспредел». Ну, рискните, Лариса, рискните. Насчет не кривляться, это мы обещать не можем. Это уж как пойдет, как фишка, как говорится, ляжет. Правда ли, что Iron Butterfly отказались ехать на Водс, только потому, что за ним не прислали личный вертолет? Андрей спрашивает. Честно говоря, никогда не слышал такой истории. Ну, я не думаю. По-моему, они, в общем, при определенной популярности, при определенном уровне популярности. Все-таки они, наверное, не были звездами такой величины, чтобы вот такие фокусы выкидывать. Спасибо Андрею Зижевскому. Зачитывать сообщение не буду. Оно и длинное, и, в общем, слишком хвалебное. Спасибо. Уважаемый мистер Ильинский, такое обращение просто я не припоминаю, пожалуй. Это от Вячеслава Преображенского. Спасибо. Последний раз по-настоящему слушал «Железную бабочку» аж в 1973 году. Ну, что же, приятно вспомнить. «Целую везде» — это слишком смело, слишком смело. Я же в конце концов не барышня. Вы, наверное, слушали где-то в последнее время по радио группу «Руки вверх». Я тоже как-то вот ехал в машине, в чужой машине, и просто меня вот задолбали. Как на какую станцию другую не переключится, время эту самую песню. «Ты целуй меня везде». Там что-то я взрослый уже, такая песня была. Ладно, возвращаемся к нашим героям. Июнь, месяц 69-го года, фестиваль в Денвере. Смотрите, какие люди выступали вместе с ними. Джо Кокер, Джимми Хенрикс, Криденс. В июле «Филмор Ист», в августе трехдневный фестиваль в городе Атлентик. А вот совершенно неожиданно в сентябре месяце уходит Эрик Бран. Он собрался делать кинокарьеру. С кинокарьерой у него ничего не вышло, хотя внешние данные, видимо, были абсолютно... То есть они были налицо. Но вот, видимо, не только внешние данные необходимы для актерской карьеры. Поэтому он создает группу, которая получает название «Флинт Уистелл», и привлекает туда уже известных нам по первому составу «Айрон Батафляй» и «Де Лоуча». Помните, он пел тогда. И «Пеннерда». Вместо него в «Айрон Батафляй» приходят совершенно два замечательных музыканта. Первого зовут Майк Пинеро. До этого он играл в группе «Блюз Имидж». И Ларри Рейнхарт. Оба, кстати, гитаристы. Ларри Рейнхарт, ну, как бы в народе известен как «Эль Рино» или просто «Рино». Вот. Просто встретите, имейте в виду, что это тот самый Рейнхарт. В 70-м году выходит пластинка «Айрон Батафляй Лайф». Это классический состав еще с Браном и без Пинеро и Рино. Ну, понятно, что старые записи изданы на пластинке. Пластиночка, мне кажется, весьма достойная, так что, в принципе, можно ее послушать вполне. Хорошие концерты пластинки, в общем-то, довольно большая редкость. Частенько встречаются прямо противоположные вещи, где, казалось бы, группа хорошая, вещи исполняются хорошие, а слушаешь абсолютно без огонька, без души, как-то механически все записано. Мы с вами сейчас послушаем очередную мелодию Ингла. Вещь называется «Filled with Fear», то есть такой исполненный, наполненный страхом и ужасом. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА